МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мне очень повезло в жизни. Знаете почему? Потому что я знаю очень многих людей, даже хороших профессионалов, которые не любят свою профессию. Они это делают, они работают. Они приходят на работу, работают. Мне повезло. Я люблю мою профессию, понимаете? И поэтому для меня это не является работой. Это моя жизнь. Мы говорим, сердце разрывается от радости. Мы говорим, сердце разрывается от боли. О делах сердечных и не только, не для прессы, а для вас сегодня рассказывает главный кардиолог Москвы, профессор Давид Иосилиани. Итак, Давид Георгиевич, почему сердцу так не хочется покоя? И слава богу, сердце не должно иметь покоя, потому что сердце все время должно сокращаться и тем самым кровоснабжать весь организм. Не дай бог, чтобы оно остановилось и успокоилось. Давид Георгиевич Иосилиани врач от бога. К нему приходят тогда, когда надежды почти не осталось. Доктор с мировым именем, главный кардиолог Москвы. Он родился в семье потомственных лекарей и считает, что если ты все силы отдаешь избранному делу, то ты хирург. Если ты ему отдаешься наполовину, то ты и хирург наполовину. Последние 10 лет руководит уникальным кардиологическим центром. Больных с инфарктом сюда везут круглосуточно. Про сердце профессор Иосилиани знает все. Давид Георгиевич, вот я смотрю, у вас не очень типичный кабинет для доктора. Не типичный для кого? Для меня типичный. Я вообще не знаю. Вот посмотрите, у вас здесь куча мягких игрушек. Это вам дети дарят? Нет, это дарят пациенты, гости. Может, считают, что я еще не вышел из детского возраста. Так, это вы, судя по всему? Да, это мне мой коллектив подарил на юбилей. Вот мой отец, вот моя мать, вот моя супруга. Это у меня, к сожалению, в жизни была трагедия. Это мой сын старший, который погиб. Это вот сын мой старший. Так что здесь все мои, ну не все мои, но в основном члены моей семьи есть. Это мой дед. Они все были хирургами. Начиная с моего прадеда, все были хирургами. Мой прадед, дед, отец. Вот я наполовину хирург, наполовину кардиолог. А почему вы почетный член Российской академии художественной? Почему? Ну вот это, я не знаю, так уже они решили. Но помимо этого я не совсем немножко лукавлю. Я давно, во-первых, занимаюсь тем, что я коллекционирую живопись. И я дружил с очень многими художниками. И некоторым в свое время помогал, когда им было тяжело. Ну, не помните, это вся бульдозерная выставка хотя бы. А я с ними дружил. Вот, например, Анатолий Зверев, тот для меня Толя Зверев. Это был очень близкий человек. А это вот моя внучка. У меня очень уже взрослая внучка. Вот от именно погибшего сына. И внучка тоже собирается быть врачом? Нет, она, вы знаете, хочет быть психологом. Очень интересно. Это вы с Евгением Максимовичем? Да, да. Римаковым? Вы его оперировали? Нет. Это, нет, насчет профессии, насчет операции мы не будем говорить. Нет, он мой близкий. Мы очень давно и близко дружим, так что это по дружбе. Лил. А Тарея Селяни? А Тарея Селяни мой друг, мой однофамилец и дальний родственник, наверное, тоже. Но мы в основном очень близкие и по духу, и по так, друзья. Данилия. Да, это тоже мой друг. Они все друзья или пациенты? Нет, нет, нет. В основном здесь друзья. Ну, некоторые друзья переходят в пациенты и наоборот. К сожалению, бывает, что друзья тоже болеют. Дэвид Георгиевич, а вот что сделать, чтобы к вам не попадать вообще? Чтобы с вами просто дружить? Ну, вы знаете, вероятность того, что ко мне попадут люди, есть все-таки достаточно высокая, потому что сердечно-сосудистые заболевания очень распространены. Но если ввести тот образ жизни, который рекомендуют врачи, да, вероятность значительно повысится, что ко мне не попадете. Вы говорите, здоровый образ жизни ввести, но это все общие фразы. Ну, понимаете, это уже, может быть, приелось, но это не общая фраза. При сердечно-сосудистых заболеваниях основным фактором риска является курение, ожирение, гиподинамия. Вот если все это как бы или ликвидировать, или свести к нулю, ну, примерно, да, я думаю, что вероятно, что человек не заболеет значительно выше. К сожалению, остается генетика, к сожалению, остается экология. Все-таки генетика играет роль. Безусловно, безусловно. Московский центр интервенционной кардиоангиологии – предмет гордости и дела всей жизни нашего доктора. До сегодняшнего дня летальный исход от инфаркта в Москве держится на уровне 19%. Это очень много. В центре Иосилиани около 1%, потому что здесь используется стандарт, принятый во всем мире, без учета российской специфики. Иосилиани мечтает, чтобы все клиники в нашей стране работали так же. Я смотрю, у вас тут, как у всякого восточного мужчины, фрукты, сладости. Для посетителей. И мне очень бывает обидно, когда… И потом говорят, что нельзя переедать. Посмотрите. Ну, не обязательно сразу все съесть. Можно одну штучку съесть и все. Но я вот как раз очень огорчаюсь, когда приходят гости, и не очень, не все, понимаете, совершаются они, им тоже неудобно. Потому что я говорю, что все, что для себя, я держу в другом месте, а это для гостей. Поэтому угощайтесь. И вас тоже это касается, кстати. Извините, что мы так сидим обычно. А как мы должны сидеть? Во время беседы лучше смотреть друг на друга, то есть друг против друга сидеть. Ну, ничего, я думаю, это не проблема. Я тоже так думаю. Т.е. Георгиевич, вот мы обычно сердцу приписываем такие очень специальные качества. Мы говорим, у меня сердце чует. Или, ой, я просто чуть там не до разрыва сердца переживала. Да? То есть считается, что сердце – это не просто насос, который перекачивает кровь, как сказал бы доктор. Да? А это что-то очень-очень специальное. Почему, как вы думаете? Ну, вы знаете, я думаю, что здесь даже есть такое, даже физиологическое объяснение, без всяких этих самых. Да. Потому что сердце – тот орган, который очень реагирует, и на него воздействуют все другие органы. В том числе центральная нервная система, голова, то есть, если вульгарно, да, и многие другие органы. Поэтому, когда на что-то человек реагирует, особенно это сильный стресс, какая-то сильная эмоция, конечно, это обязательно отражается на сердце. Замирание сердца – это что? Это же аритмия. А вот такой парадокс. Обычно невротики, они прокричатся, проплачутся, и всё, они редко к вам попадают. А люди более спокойные, вроде говорят, вы меньше нервничаете, но более спокойные, они как раз и подвержены больше инфарктам. Но анализируя ситуацию, анализируя каждодневные наши наблюдения, можно сказать, что на самом деле люди, которые как бы разряжаются, они меньше подвержены каким-то сложным позитиям. А люди, которые в себе всё переносят, в себе всё держат, они, конечно, накапливают, наверное, какие-то негативные моменты. Но я думаю, что всё-таки такой прямой зависимости, что вот они вообще не болеют, а эти болеют, только эти болеют, конечно, нельзя, потому что у нас очень много, к сожалению, пациентов и невротиков, которые готовы вылить всё на тебя по поводу и без повода. Но, наверное, да, когда человек... Вообще-то, наверное, мы сами замечаем безотносительно к болезни, когда мы разрядились, когда мы выплеснули всё, но, конечно, не на другого человека желательно, да. А на кого тогда? Становится легче. Ну, там, бывают же рекомендации, пойди, побей. Головую об стенку? Нет, посуду побей, там ещё что-то, постреляй куда-то. Ну, опять-таки, не в людей, да. Вы сами давно делали себе кардиограмму? Вы знаете, делал недавно. Ну, как недавно? Ну, я думаю, что где-то год-полтора. Но это, знаете, я... Профилактически не делаю. Вот то, что я, например, рекомендую всем. Сам я, может быть, не очень соблюдаю. Может быть, ненормально, что я так не слежу регулярно за этим. Но я повторяю, что нам подсказывает ещё наш профессионализм и интуиция, понимаете. А вот замечено, что доктора, которые говорят, не надо пить, не надо курить, надо за собой следить, как правило, они очень любят покушать, любят выпить и курят. Что касается выпить, вы знаете, ну, было бы лукавтом сказать, что я не пил, или сказать, что я когда-то злоупотреблял, чтобы я не знал нормы, такого не было. Другое дело, что вот уже последние несколько лет я стараюсь этого не делать вообще, потому что я почувствовал, что это мешает жить нормально, понимаете, мешает работе. Потому что если человек всё-таки выпил больше, чем надо, он уже на второй день не может быть в форме. Особенно люди, которые оперируют, которые имеют дело вот с сложными, технически сложными вещами, понимаете, потому что заходить в операционную не очень в хорошей форме, это, я считаю, преступление. Это преступление, потому что ты рискуешь жизнью другого человека. Ты можешь рисковать своей жизнью, это твоё право. Но чужой жизнью рисковать никто нам не дал такого права. То есть вы такой идеальный человек, ответственный, у которого вообще нет пороков? Пороков полно, наверное. Каких? Мы сейчас говорили о конкретном, ну, это и характерологические, наверное. То есть вы чек-скульчивый, судя по всему, да? Ну, безусловно. Ну, сейчас с годами, конечно, это всё меньше и меньше, но было такое, конечно, и несдержанность есть, и, может быть, резкость какая-то. Это очень такой, вообще, я считаю, это не очень хорошее качество человеческое, особенно, когда ты руководишь каким-то коллективом, надо стараться себя сдерживать, потому что эмоции, это не такие хорошие помощники в работе. У вас всё подчинено работе? Большая часть моей жизни, это вот здесь, и это моя профессия. Может, я такой ограниченный человек, не знаю, может быть, но, во всяком случае, я так живу, и уже долгие годы. А вот такой момент. Сколько стоит вылечиться у вас? Вы привезли человека по скорой. Сразу скажу, что это государственное учреждение. Нет, давайте не будем лукать. Я только что лежала в государственном учреждении, до сих пор расплачиваюсь. Я вам скажу, во-первых, с полной ответственностью. Сейчас мы говорим об инфаркте. Если больной попадает в реанимацию, и с него требуют деньги, это преступление. Я вам скажу, почему. Реанимация у нас бесплатная вообще, понимаете? Реанимационное пособие. Вот пока кардиореанимация лежит больной, ни о какой, даже для иностранцев. Не то, что для наших. То есть, никто не будет с вас требовать пользу? Ни в коем случае. Вот потом уже, когда вас вывели из этого состояния, да, уже оказали реанимационное пособие, вы уже первые два дня отлежали, и видно, что уже нет такой опасности для жизни, да, потом уже ставится вопрос перед иностранцем, что либо вы оплатите дальнейшее лечение, либо уже идите и лечитесь там, где это вам положено. Ни один больной, который к нам поступил с амфартом, ни копейки за эту процедуру не заплатил. Мы можем пройтись, и вы без меня можете пройтись по палатам, по отделению, и мы этим больным вам даже список дадим, и вы увидите, что это на самом деле так. Это не лукавство, это, я вам говорю, с полной ответственностью. Конечно, платная медицина – очень скользкая тема. Как любил говорить товарищ Сталин, хороший врач сам себя прокормит. Может, оно и так. Ведь когда врачу хорошо, то и больному легче. Вы знаете, как говорил не очень сейчас популярный Йосиф Виссарёнович Сталин, что хороший врач себя сам прокормит. А Сталина вы часто цитируете? Да нет, нет. Я не принадлежу к его поклонникам, потому что у меня и бабушка, и дедушка расстреляны в 1937 году, так что, ну, я не хочу эту тему обсуждать. А вы вообще следите за политикой? Ну, любой нормальный человек должен следить. Другое дело, я считаю, это моё кредо, что врач не должен активно участвовать в политике. Или он должен отойти от... Потому что мы имеем дело каждый день с больным. И с многими больными. Представляете, если врач будет тенденциозно относиться к врачу в зависимости от его партийной принадлежности. или его национальности, или его... Это, я думаю, это гибель. Врач не должен быть таким. Так. Для картинки. Ну да. Нет, для проформы. Для проформы. А вот тоже интересная фотография. Этой фотографии, знаете, сколько лет? Это 82-й год. Тоже значит, сколько? Ну, почти. 30 лет, точно. Вот тоже. Вот это, значит, Евгений Максимович. Ну, это этих людей вы не знаете, потому что он очень хороший человек. Может быть, чай или кофе? Вот что вы предпочитаете? Не знаю даже. А просто водичка. Пожалуйста. Ага. У меня больше устройства для выпивания других. А можно просто из бутылочки? Можно, конечно. Да? Вряд ли в кабинете есть спиртное. Есть очень много. Это почему же? Потому что то же самое. Вольные что дарят в Советском Союзе, что дарили и в России, что дарят? Это алкоголь и цветы. Я, например, не знаю цен на алкоголь у нас сегодня. Потому что я не знаю, что когда... Вы всю жизнь пьете дармовой алкоголь. Ну, наверное, да. Да. Это так. Чего лукавить на самом деле? Господин Яселяни убежден, что если врачи будут думать не о сиюминутной выгоде, а о нуждах больных, то и результаты будут устраивать всех. Он все не мог дождаться, когда же, наконец, мы перестанем говорить о нем, а пойдем посмотреть его уникальный центр, чтобы, наконец, погордиться и похвастаться. Как хорошо. Конечно, это не хорошо говорить, но хорошо бы, чтобы у вас они пустовали, чтобы все были здоровы. Нет, тогда мы будем без работы. Вы будете рисовать картины. Чтобы заканчивалось все хорошо. Вот это так. Да. Вот, это, значит, наша тоже операционная. Она самая новая. А, самую новую вы себе узбекировали. Ну, как же. Ну, конечно. Я демократ, но не такой же себе. Вот именно. Вот. Нет, ну они ничем не отличаются. Я вот хотела спросить, а вот, собственно, что это самое? Нет, ну, может, чуть качество лучше, изображение. Ну, наверное, это качество, знаете, понимаете только вы, да? Да, конечно. Вот я вам покажу эту, вот, нашу форму. И то, я говорю, это вот уже фирменные, которые не такие... Которые легкие. Одень. Нет, той рукой вам нельзя. Нет, да, оденьте. Одеть. Вот, подержите немножко, вот, просто неинтересно. А, это вот из двух частей состоит. Довольно тяжело. Но это еще ничего есть. А это вот наш, отечественный. Так. Это мы, я думаю, для мужчин. Вот, мужчины, поддержите. Вот это мы наносим все время на себе. Вот. Не, не, вы не сможете. Ой, ой, тут даже и нечего пытаться. Пытаться. Ну вот. Так что, нам сколько за это надо платить? За вредность? Ну, это идеально. Это вот так одевается. Ну, и еще вот обязательно вот это. Ну, шапку не все носят, я ношу, все равно. Но что это вот. Это щитовидка. А вы не ностите шапку, да? Нет, я ношу. Да. Ну, мне не носят наши запахи. Какие-то ничего есть. Тоже не очень. Может быть, из-за того, чтобы смотреться были симпатичнее. Я считаю, что все-таки голова важный орган. Эти сами мы защищаем себя немножко хотя бы. Хотя наш позвоночник все равно в плохом состоянии у нас. Так что не так все просто. Да. И мы не жалуемся все равно. Мы добровольно выбираем такую. Работу. Да. Вот так. Строгий и наивный. Одержимый и расслабленный. Во всем чувствуется широкая натура. Одарить, помочь, накормить. Я думаю, что вы меня простите, что я вас пригласил в ресторан. Конечно, надо было бы пригласить домой. Но так получилось, что жена в отъезде на несколько дней. Дети, конечно, все время в бегах. Они все очень загружены. Поэтому я решил, что все-таки лучше тогда в ресторан. И вот мы здесь оказались. Ну, я думаю, что я постараюсь компенсировать это. Просто пока мы ставили здесь свет, наш бедный доктор мучился от того, что так долго мы не едим. А сейчас я научусь по-другому поводу, что вот мы за столом, а вокруг нас люди пока еще не за столом. А скажите, для вас вообще очень большое значение имеет застолье, вот чтобы собирать друзей за столом? Ну, не столько за столом, а же всегда это только как бы декорация, это повод. И это для меня очень важно. Потому что я думаю, что важнее дружбы, важнее друзей ничего нет. А вы вообще надежный друг? Наверное, в жизни человек, по жизни бывают и потери, бывают и расставания. Наверное, это нормальный процесс. Во всяком случае, у меня было и то, и другое. Но те, кто остались, я думаю, они не разочарованы моим отношением, моей дружбой. Я стараюсь, я очень стараюсь. И я, знаете, такой максималист. То есть вы не прощаете предательство, вы не понимаете их, да? И не только предательство, даже, может быть, менее серьезные проступки тоже. А скажите, вот то, что вы 30 лет вместе, это заслуга ваша или это заслуга вашей супруги? Супруги, конечно. Супруги. Потому что меня терпеть, это не так легко. А чего у вас нелегко терпеть, если у вас никогда дома не бывает? Да, бывает достаточно маленьких промежуток, когда я бываю дома. То есть с женой вам повезло. Я вот заметила, что всем успешным людям везет с женами. Ну, это, наверное, одна из составляющих. Чтобы достичь успеха в семье, это должно быть благополучие, должно быть спокойствие. Вот, судя по вашим рассказам, у вас в друзьях ходит просто вот вся Москва. Ну, может быть, среди них есть люди, которых знают очень много. А по количеству нет, я бы не сказал. Наоборот, даже, может быть, человек кавказский мог бы иметь, наверное, больше друзей. Тем более, если мы сейчас заговорили о друзьях и заговорим о застоле все время. Я думаю, что это некрасиво. И нас не поймут, что вот мы с вами здесь сидим за столом, и вокруг нас люди, которые не составляют нам компанию. Я думаю, что пора, чтобы мы все за одним столом оказались. Ну, все, теперь ваша душенька спокойна? Да, конечно, конечно. И сейчас надо расслабиться немножко. Да. Есть какие-то коронные блюда там у вашей супруги, у супруги Кривакова? Чем вас кормят? Вы знаете, во-первых, начнем с того, что если это дома, то есть у меня гости, скажем, да, я сам готовлю. Вы знаете, вот мое коронное, которое я готовлю, считаю, что я это делаю лучше всех в мире. Это молодой, совсем молодой ягненок. Ягненок должен быть не больше 6-7 килограммов. То есть это совсем-совсем... Потому что у него практически даже костей нету. Это хрящи, это мягкое. И вот этот ягненок варится в зелени. И это называется чакапули. Это вот получается очень вкусная вещь. Вы по мясу специализируете. Да, по крупным таким, крупными мозгами. Конечно, вот закуску я не делаю, это не мужское дело. Те доктора практически, да, все говорят одно и то же. Нужно делать это, нужно делать это, нужно делать это. Но в осыны не там. А потому что, вы знаете, к сожалению, к сожалению, профессионалов очень мало спрашивают. В основном все проблемы решают чиновники. От медицины, от здравоохранения. Конечно, отстранять их от этого нельзя. Но это должно быть совокупное решение. А если ты пришел и никого не спрашиваешь, только считаешь, что финансовые потоки определяют все остальное, то, понимаете, ты не прав. Конечно, профессор Иосилиани – доктор на тысячу процентов. Даже за обильно накрытым столом он продолжал нас лечить и опекать. А еще зорко следил, чтобы все много ели, много пили и много радовались. Вот тогда ему хорошо. Вот, это вот есть в кинкале. Я вам покажу, если хотите, если не ели вы, как это надо делать. Жалко его резать, потому что он сразу все соки выпустит. Надо обязательно всосать, чтобы, вот, если вы надкусите просто, да, вылиться соки. А почему вам не дали, чтобы вы показали? Я наказан. Ага. Спасибо. А вы не хотите, что ли? Вот что делать так. Вот так прям руками, да? Да, это за нашу профессию. Давайте. Ну, понимаете, ответственная, потому что ты в руках держишь жизнь человека, понимаете? Вот, а лучше больше. Хорошо. Другое дело, что, к сожалению, все-таки отношение к здравоохранению, к медицине у нас в стране не очень. Во всем мире медицина и медики – это элитная, элитная профессия, и они считаются элитными. У нас это все доведено до сферы обслуживания. Но вот если ты попадаешь уже к профессионалу настоящему, да, я имею в виду рукоделу, который что-то делает, правильно, а не только говорит. На самом деле, в безобразном настроении, да, вот я захожу в операционную, что-то, как будто что-то происходит, вы знаете, абсолютно снимается. Ты абсолютно отключаешься. Ваш. Потому что, потому что это я люблю. Я все, я вам говорил, что, понимаете, если человек не любит своей профессии, да, это страшное дело, даже если он хороший профессионал. Тогда, на самом деле, очень многое зависит от того, каком он настроении, как он смотрел на больного, как больной на него посмотрел. А если ты болен этим, если ты своей профессией болен, если ты ее любишь, все уходит на второй план сразу, понимаете? Потом, выйдя из операционной, ты опять становишься в таком же, таким же злым, плохом настроении. Но это уже не так страшно. Что-то гости у нас малахольные очень. Не едят, не пьет, ничего. Я просто не представляю. Чего себе не едят? Здесь было несколько смен. А вы можете себе представить? Все уже такие полусонные сейчас, объеты. Я еще немножко душно, поэтому, я думаю. Но мы что-то очень, это самое, углубились. Мы даже не подняли... Вокалы за... Просто за нас с вами давайте, чтобы все было хорошо у нас. Чтобы, дай Бог, только счастье, только здоровье было в наших домах, в наших семьях. И чтобы к нам приходили только на съемки. По своим делам, а не по нашим, да? То есть, чтобы не обращались к нам. Говорят, что хороший врач – это тот, после общения с которым пациенту становится легче. Появляется доверие к нему и уверенность в том, что все будет просто замечательно. Только хороших врачей мало, а таких, как доктор Иосилиани – единицы. Берегите себя, доктор. Продолжение следует...